Вот так, короче. Вот так только надо. ХА! Привет, ребят. И тут посылочка пришла. Давайте распечатаем. Мешок в мешке, мешок в мешке, мешок в мешке, мешок в мешке. В общем, я заказывал у одного хорошего человека, отзывчивого. Шильдики. Всякие приколюхи, короче. Ну, брендирование. Моей мастерской. Чтоб человек, когда купил у меня что-нибудь, чтоб понимал и помнил, где он купил. Вот она пришла, посылочка эта. Обожаю распаковки посылок. Заказал образцов, заказал. Короче, все, что вообще в ассортименте есть, практически все заказал, ребята. Вот, так что, если кому что-то интересно, обращайтесь, ссылочки будут в описании. Так, сразу обозначу, что я заказывал. Я заказывал вот такую рамку на номер автозвук своими руками. Как вам? По-моему, секосно. Вообще, чётенько. Во-первых, она двуслойная. Во-вторых, это хороший пластик, крепкий. Во-вторых, заказывал пару трафаретов. Так. Вот. Вот так кинул его, короче, в ящик. Бабалончиком пшикнул. И там остаётся отпечаток твоей фирмы. Можете такую фиговину заказать себе. Это что-то типа ламинированного ДВП материал. Вот там, в принципе, любой материал пойдёт. Вот. Видите, трафаретик. А это фанерка. Я просил один, но человек сделал два. За что ему огромный респект. Сразу, пока не забыл, сейчас гляну, сколько прошло от заказа до отправки. Сейчас буквально сек, ребят. Сейчас найду. Человека зовут Сергей Борисов. Так, ну, общались мы несколько дней. Там всё обсуждали. Тут вот я переписку всё не буду показывать. Я думаю, видно все картинки. Очень быстро сделано. 30 ноября человек мне выложил эскизы первые. Он между делом у меня делал, потому что заказ небольшой. Я не торопил. Слушайте, ну и 30 числа уже было вырезано. Вот он мне уже прислал. Видите, да? Так, отправил. Пятницу. 4 декабря отправил. То есть, 30 сделал, 4 отправил. Ну, там отправка у них раз в неделю, я так понимаю. Люди тоже занятые. Я сильно не напрягал. Ну, если сравнивать с другими какими-то фирмами, у которых я заказывал всякую такую всячину, конечно, огромная разница вообще по отклику. Я очень приятно удивлён. Мне нравится, когда люди профессионально работают и так чётко всё делают. Также заказал шильдики. Можно крутить на короба вот такую штуку из пластика. Это двухцветный идёт. Подложка белая. Сверху чёрная рамка. Прикрутили. Всё, брендирование есть. Красота. Это просто красный. Тоже можно как трафарет использовать. Можно как шильдик использовать. Видите, он такой в пятнышках немножко. Это пластик в пакете. То есть, он запакетирован. Окончательный вид будет вот такой. Смотрите. Как говорит Владимир Коваленко, ляля. Зацените. Ну. Блястит. Шикарно просто. Чёрные. Просто чёрные. Можете. Если вы покрасили, например, короб какой-то цвет, просто на него прикручиваете. Снизу будет подложку видно. Это чисто красный. Короче, я сказал, сделай что-нибудь красивое. Вот человек сделал от души. Прямо чётко. Жёлтый, красный, белый. Смотрите. И ещё чисто из красного пластика. Ну, видимо, кусочек оставался. Он не резанул. Не в напряг, как говорится. Деньги небольшие. Огромное спасибо, дружище. Респект просто. За вот такие вот ништяки. Вот такой вот дистрибьютор сделал. Тоже показать вам, что ребята умеют. Полностью разборный трансформер. Такая вот крышка. Смотрите. Хрен сдёрнешь, пока вот так вот не сделаешь. Раз. И снимается. Хороший паз. Тут примерно на 3 миллиметра вот этот вот. нога, она двигается. Понятно, да? Так, болты. Восьмёрка. Медная шина. 2 на 25 примерно. На 150 где-то 200 ампер. Я думаю, нормас. Внушительный очень дистрибьютор. Надо будет заказать ещё на дистрибьюторах. Посмотреть ассортимент, что почём и заказать. Это чисто образец. Человек мне просто кинул. Типа, покажи ребятам, что мы умеем. Вот. Ну, а это брендух у меня забахал тоже сверху крышечку. Она тоже в плёночке. Видите, плёночку снимаешь и получается вообще булочка. Ля! автозвук своими руками ProZwuk26. Вот это их хэштег ВКонтакте. Если будете вбивать ProZwuk26, там найдёте миллион просто всяких постов с этой продукцией. Грилли у них вообще там бомба. Это подставки. Такой сборный трансформер. Тут главное правильно аккуратно собрать, чтобы вот это всё на лицевом было. Вот это пластик, он двухсторонний. Видите? То есть, вот это лицевая. Собирайте вот так. Раз. Раз. Сейчас сразу соберу. Вообще, блин, обожаю вот такую всякую хреновину. Чё-нибудь пришлют и ковыряешься сидишь. Блин, кайф вообще. Вот эта штукенция цепляется вот сюда, я так понимаю. Вот. И сюда, короче, ценничек шик. И всё. Ну, в принципе, я думаю, можно посередине ещё одну перегородку, но можно и не ставить. Это для динамиков. Так, а это вот, а, ну вот она отсюда как раз сюда и идёт. Ля, всё на место своё встало. Вот тупой блогер. И вот он, ценничек. хоп, всё, защёлочки тут, всё чики-пуки. Сюда бумажечку раз, и всё, человек уже видит цену. Это для магазинов. Вот так динамик поставил, он стоит. Вот, а сюда усилок, просто так усилок любой, кидаешь и всё. Ну, я думаю, разберётесь, кому, кому надо, закажете. ещё прислал грилей, ну, там, с мелкими косичками, короче, он сказал об этом. Где-то там, что-то там, какие-то недочёты, говорит, не обращай внимания, потому что это в первую очередь, просто, чтобы ты понял, какая продукция вообще есть, какими возможностями обладаем. Видите, да, как прикольно сделано. Снизу белая подложка, такая, типа корона. Тут крылья вырезаны, и в эти крылья внутрь вставлен зелёный цвет, звезда оранжевая. И все ребра вот эти, тут подклеены, короче, это, видать, на десяточку, на какой-то, на сап можно поставить, или ещё куда. Тут вот заплавлено. Вот такой гриль, ничего такой, прикольный. Ещё, вот такие вот, могут делать, просто однослойные, видите, гибкие. Такой гриль. Вот такой однослойный тоже есть, смотрите, видите, вот такой. Вообще прикольный, смотрите. Сам прозрачный, четыре крепёжных отверстия, тут перфорации, и посередине девочка красивая. Такая куколка. Прям секс. Это двухслойный, Урал Саунд, ТТ. Видите, да, образец? Так, это у нас АСЦ, я уж, а, это Автостайл Кастом, короче, какая-то студия заказывала, у них, видать, остатки остались. Вот. Это Прайд, собака в респираторе. Вообще, трёхслойный, смотрите, какой толстый гриль. Ну, смотрится прикольно. Снизу сотый, получается, и тут закрыто сплошным. Потом синий цвет, потом опять чёрный. Вот такой, прям уже добротный. Вот эти грили на вид такие, знаете, типа, мягкие. Хочу пойти прикрутить, попинать, просто показать вам. То есть, однослойные. Эти двухслойные, 16-ые, но у меня их крутить некуда. Вот в машину просто вкрутить, попинать. Вот этот, и вот этот. Я не знаю, только какой из них влезет. Девочка, если влезет, можно и девочку вкрутить, в принципе. Если влезет только этот, значит и этот. Короче, сейчас попробую, попинаю. Ребята, я заказом очень доволен. Прикольные такие штуки делают, ребята, прям респектоз. Это очень, очень прикольно. Вот. Что могу сказать? Режет хорошо, особенно фанерку, так вообще шикарно режет. Слушайте, прям бомба. 3 миллиметра примерно толщина. Вообще, прорезано идеально просто. Надеюсь, это было кому-то из вас интересно. Может пригодится как-то в жизни. Не забывайте поставить лайк, а я пойду гриле попинаю. Так, ну прозрачный, ребята, не влазит сюда у меня. Это кастомные, видимо, для кого-то делались. А вот эта сеточка легко вообще. Сейчас прикручу. Прикручивать буду на простые саморезы, чтобы не было там вопросов никаких. Шестигранников типа у меня не было. Ну, по жизни я, короче, не шарю. И типа беру простыми, кручу. Посмотрим, она от них вообще лопнет. Это пластмасса или нет. Или пластик это. Кто разбирается, напишите, это пластик или пластмасса. И что за материал вообще мне интересно. Может, о Сереге говорил, но я уже забыл, потому что у меня память. Так, ну вердикт какой? Смотрите, вот в этом месте надо сверлить отверстие дополнительное и крепить тоже. Короче, если у вас двадцатка с четырьмя отверстиями, там губка в принципе притянется, но вот здесь твердая поверхность и видите, немножко ход есть. Тут нормально, тут нормально, а тут вот в двух местах вздыбилось. Видимо, вот тут саморезом пережал или что, ну не знаю, короче, вот что-то вздыбился. Вот так он смотрится. Так, сажусь я, короче, такой и, короче, такой, ну, дверь типа закрываю, ногу закидываю, и такой раз и, короче, пнул. Ну, что-то не то. Давайте его пробьем. Во! Вот так только вы его можете пробить. С пыра, пацаны! Вот с пыра вы его пробьете. Как говорится, с дуру можно и хер сломать. А так вот, короче, вот так, ну, прям сильно пинать надо, смотрите. вот так прям, вот так, вот так, короче, вот так только надо пинать, чтобы он сломался. Понятно? Все, сломал. Миссия, миссион комплит. Так, ну, а Сереге, спасибо за оперативность, за творческий подход и за качественный продукт, ребята. Я думаю, лайкосик поставить его, Сереге, за то, что он не поленился, а быстренько со сделал красиво. Как говорится, если прям по трешаку можно все сломать вот так просто. Опять же, поняли, да? Если он будет двухслойный, это совсем другой будет материал. Так, под 16-й у меня места нету, хотя, можно в стенд закрутить, но у меня там ногой не достану, боюсь. Хотя, можно тряхнуть стариной, попробовать и достать до стенда ногой. Что? Что, мы не каратисты, что ли? Так как у меня в машине место под 20-й динамик, то я сейчас установлю в стенд вот этот гриль под динамик ТТ с пистолетом симпатичный. И сломаю его с ноги, с пыра. Посмотрите, как он быстро сломается, если со всей дурью ударить. Ну, попасть, конечно же, надо в центр, потому что, если вы будете бить в край, он не сломается. Также он не сломается, если вы случайно заденете ногой. Для этого они сделаны, в первую очередь, для защиты от дурака. То есть, нечаянно, если вы зацепили или ребенок там что-то где-то тук-тукнул, случайный прохожий и так далее, какой-то инструмент может быть, чтобы упал и не повредил. Ну и второй, как бы, основной момент это брендирование прикольное. То, что они выглядят очень симпатично и вы можете сделать любого цвета, любой абсолютно рисунок. Я думаю, об этом не нужно говорить. Переходите по ссылочке в описании, посмотрите образцы. Там образцов просто неисчислимое количество. Ребята очень творчески подходят. И любой ваш каприз могут исполнить. Я думаю, могут любой сделать гриль под ваш заказ. Ну а я погнал мочить гриль с пыра. Пыра сейчас как дам. Четыре самореза с плоской головкой. Ну, под шестигранник или вот пресс-шайба то же самое. Вот только так их можно сломать. Если будете там так показательно пинать ничего не произойдет. Ну, я могу только стенд себе расхерачить сейчас с такими экспериментами. Вот такой вот, ребята, контент. Надеюсь, было прикольно. Всем пока!